Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в России отмечают восьмилетие исторического события. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Воссоединение поддержали почти 97% крымчан и 95% севастопольцев. Президент Владимир Путин прибыл сегодня в Лужники на праздничный митинг-концерт. Он заявил, что крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. Их нужно было вытащить из унизительного состояния в составе Украины. Что касается Донбасса, сказал президент, то против него совершался геноцид. Цель военной операции России – избавить от него жителей ДНР и ЛНР. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. И здесь, вы знаете, мне приходит в голову слова из Священного Писания. В Самаре, как и по всей стране, сегодня проходят праздничные акции и концерты, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Центром праздника в городе стал обновленный дворец спорта. Здесь развернулся и студенческий флешмоб. А с площади Куйбышева жителям Донбасса отправили гуманитарный груз. Подробнее в нашем материале. Начались торжественные акции еще накануне. На экранах на площади Славы и около Дворца спорта запустили демонстрацию фотографий, которые рассказывают о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. Перед Дворцом спорта прошел и флешмоб. Студенты построили букву «З» из георгиевской ленты. Здесь мы учили, что нужно дружить, поддерживать друг друга в трудных ситуациях. Поэтому мы здесь именно собрались сегодня для того, чтобы быть вместе и поддержать. В это время с площади Куйбышева к отправке готовился гуманитарный груз. Жители Донбасса получат продукты питания, произведенные в Самарской области, а также стройматериалы и предметы первой необходимости. Так, в фурах, среди прочего, есть мука, которую мололи на региональном заводе. Ну своих нельзя бросать. Все, приняли решение, значит надо отправить. Как там они живут, мы же не знаем. Все на словах. А тем не менее, это все им поможет. Как-никак все тепло будет. Доставлять груз будут опытные водители. Евгений Бородин за рулем большегрузов уже 10 лет. Объездил всю Россию, кроме Дальнего Востока. Признается, что нравится изучать страну по разной области. Когда предложили ехать на Донбасс, долго не сомневался. Руководство предложило, я не отказался. Почему бы не помочь людям? Тем более, гуманитарная помощь жителям Донбасса, тем более, несложная ситуация. Как не помочь за радость? Доброго пути водителям пожелал губернатор Дмитрий Азаров. Хочу всех поблагодарить. И, конечно, отдельно тех, кто принял участие в сборе, пожертвовал средства. И тот, кто все это организовал. Эта помощь, конечно, сейчас всем очень важна. Программа праздничного дня завершилась большим концертом во Дворце спорта. Зрители увидели прямое включение из Москвы, где на стадионе Лужники выступал президент России Владимир Путин. Во Дворце самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он вышел на сцену вместе с вынужденными переселенцами из Донбасса. Сегодня мы гордимся мужеством наших парней, защитников Донбасса и Луганской народной республики. Я благодарю всех жителей Самарской области, которые откликнулись, которые собирают и отправляют эту помощь в Донецк и Луганск. В большом праздничном концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие самарские коллективы и приглашенные эстрадные артисты России. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События. На сцене Самарского дворца ветеранов в честь присоединения Крыма выступили артисты разных поколений. Подробности в сюжете Максима Магомедова. Слова о патриотизме и любви к родине звучали со сцены Самарского дворца ветеранов. Более восьмидесяти артистов, как профессиональных, так и самодетельных творческих коллективов выступили перед участниками общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посвящен воссоединению полуострова Крым с Россией. Они уже привыкли жить в четырех стенах и жить только собой. А сейчас, выйдя, поделившись своим впечатлением, поделившись своим настроением, поделившись своей любовью к людям, понимаете, и хочется жить, и хочется работать. Это очень важно. Важно говорить о патриотизме, важно поддерживать дух людей, важно психологическое здоровье людей. Несмотря ни на какие трудности, нужно продолжать жить, продолжать верить, что все будет хорошо. Открыл концертную программу сводный хор ветеранов и молодежи. В него вошло сразу четыре коллектива. Они подготовили программу, с которой летом прошлого года гастролировали по Крыму и имели большой успех. Работать в такой разновозрастной команде всегда интересно, говорит руководитель объединения Александр Пензенцев. Происходит непрерывный обмен опытом. Ветераны передавали свои познания более молодежи, правильно, вот это патриотическое воспитание, нравственное воспитание. Это же все хоровое искусство, вообще оно, это коллектив. Там подводить друг друга нельзя. Каждый должен друг друга поддерживать, поэтому, когда все вместе, такая поддержка идет, из-за этого объединили все вместе. Особенно горячо зрители приняли детский музыкально-хореографический ансамбль «Искорки». Они исполнили русские народные танцы в аутентичных образах. В завершении представления всех гостей ждало сладкое угощение. Максим Магомедов, Константин Головин, События. Геноцид длиной в 8 лет. Документ о преступлениях украинских военных на Донбассе, появившийся в социальных сетях, вызвал широкий общественный резонанс. В нем собрано множество фактов о том, как погибали люди от пули, снарядов, националистов и радикалов. В том числе публикуются страшные фотографии погибших от бомбежек. Многочисленные обстрелы Луганской и Донецка происходили на протяжении последних 8 лет. По данным российских следователей, действия украинских военных привели к гибели более 2600 мирных жителей. Не менее 5500 человек получили ранения. Было уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. Международный уголовный суд уже анонсировал расследование этих событий. А что об этом знают самарцы, выяснили наши корреспонденты. О событиях восьмилетней давности сейчас уже жительница Самары Елена Любова рассказывает со слезами на глазах. Вместе с семьей она покинула Мариуполь в 2014 году, когда вовсю цвела сирень и распускались тюльпаной, а воздух был наполнен надеждами на мирную, сытую и счастливую жизнь. До сих пор тяжело вспоминать день, говорит девушка, в котором, казалось бы, не должно было произойти ничего дурного. Получив долгожданный диплом об окончании вуза, Лена и ее родители решили отпраздновать события и рванули за город. Под обстрел на Мариупольском мосту не попали чудом. Спас светофор, где семье пришлось задержаться на полминуты. Там был поворот на мост как раз, и сама перестрелка произошла на мосту. Если бы мы успели проскользнуть на тот зеленый, мы бы прямо там и оказались. Естественно, уже празднования никакого не было, и ничего отмечать мы не стали. Это тот самый момент, говорит девушка, когда жизнь разделилась на до и после. Прятаться от бесконечных бомбежек приходилось в подвале собственного дома, которое долгие годы, не жалея сил, выстраивали Ленина родители. К слову, сейчас он, скорее всего, разрушен. Но даже в эти моменты семье приходилось выживать, ходить на работу, учиться. Первое время ты очень боишься, потому что обстрел из града. Это очень громко, это очень страшно. Первое время ты безумно этого боишься. Потом, через какой-то период, ты начинаешь уже с этим свыкаться. Ты слышишь, что летит град, ты уже ориентируешься в ситуации, насколько близко он летит, насколько далеко. Надо тебе прятаться в этот момент или не надо тебе прятаться. Если не надо прятаться, ты вот просто идешь на работу, как ни в чем не бывал. Или в университет. Решение перебраться в Россию приняли на семейном совете. Находиться на волоске от гибели и жить в вечном страхе семья устала. Из Мариуполя бежали захватить с собой лишь документы, подушку и пару одеял. Все эти 8 лет Елена Любова продолжала следить за событиями на родной земле. Старалась поддерживать связь с родными и близкими. Однокурсникам пишет и сейчас. Надеясь на то, что специальная военная операция поможет восстановить справедливости мир, которого долгие годы так не хватало Донбассу. Солидарность выражают и жители Самары. Если мы не стали проводить эту силовую операцию, то через месяц они бы ударили по Донецку, по Крыму. Освободить надо людей, страдающих столько лет, и нам родных. У меня там вот родственники, я не спалю ни дни, ни ночи. Это давно надо было сделать, потому что очень больно смотреть на то, как погибают невинные люди, дети, мирные, мирное население, русский народ. Это нацисты, это грозит нашей стране прежде всего. Это ставленники США. Я считаю, что вообще надо идти до конца. Америка – это вообще страна агрессоров. И уже давно. Бактериологическое оружие создается на трех сах лабораториях американцев по всему свету. В том числе на Украине 30 лабораторий. На Украине 30. Сколько можно Донбасс столбить? Мне их жалко. Мирное небо над головой, счастливая семья, спокойствие и стабильность. В России у Елены Любовой все наладилось. Девушка постепенно оформила гражданство, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила сына. Сейчас ему уже шесть. И хотя дом, в котором она родилась и выросла, снится ей каждую ночь. О решении покинуть зону боевых действий Лена ни разу не пожалела. Я себя не чувствую здесь в России чужой или какой-то обделенной, или какое-то к себе плохое отношение. Нет, это моя как вторая родина здесь. У меня здесь уже и знакомые, и друзья, и родственники со стороны супруга. На примере этой истории искренне хочется верить в то, что мир на Донбассе обязательно наступит. Наладится все и у этих семей, прибывших в наш регион совсем недавно. Помощь вынужденным переселенцам оказывают на уровне власти, а также неравнодушные жители области и города. В то время самарцы желают нашим российским военным... Скорейшая победа и как можно меньше потерь. Здоровья, успеха, терпения, чтобы все было у них хорошо. Я за Россию до конца. Я патриотка России. Здоровья, самообладания, силы духа, чтобы все у них было хорошо. Чтобы быстрее мир наступил, ну и меньше потерь, чтобы было. Выживите, ребята. А больше ничего. Господи, чтобы только сохранил их жизни. Удачи, победы. Мужество, героизм. Хотелось бы просто сказать, просто поблагословить. Кто сейчас участвует в этих боях, они делают правое дело. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 949 случаев заболевания коронавируса. Общее число заболевших в регионе 367 тысяч 335. Такие данные в пятницу 18 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1486 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 345 тысяч 834 пациента. Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ в регионе стабилизировалась. Произошло это благодаря самоотверженному труду специалистов сферы здравоохранения. Во время прямого эфира на платформе объясняем.рф губернатор Дмитрий Азаров разъяснил, кто из медработников получит денежное вознаграждение. Решение о выделении дополнительных средств из бюджета на выплату премий в размере 10 тысяч рублей он принял в конце февраля. Выплата положена всем медицинским работникам, в том числе среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи. Найти решение удобное для всех. Городские власти оперативно отреагировали на обеспокоенности жителей Кировского района по поводу возможной застройки территории, примыкающей к парку 60-летия советской власти. Тревогу самарцы забили после того, как увидели ограждения, которые появились на отдельных участках парка. На встречу с жителями сегодня приехала глава города Елена Лапушкина. О способах решения назревшей проблемы репортаж Ольги Павловой. На появившиеся ограждения и якобы начавшуюся вырубку деревьев жители пожаловались через социальные сети. В городской администрации оперативно отреагировали на сообщения и организовали выездную проверку на территорию парка. Выяснилось, что забор размещен в границах участка, которые находятся в частной собственности. Активных действий по вырубке зеленых насаждений там не проводят, и территорию парка не затрагивают, подчеркнула глава города Елена Лапушкина. Это объект с уникальной для города экосферой и птицами, занесенными в Красную книгу. Жительница Кировского района, фотограф Динара Таипова, увидев ограждение, переживала, что, возможно, больше не сможет делать профессиональные снимки и гулять по парку свободно, как раньше. Здесь есть очень много краснокнижных птиц, которые занесены конкретно в Красную книгу Самарской области. Это, например, зеленый дятел здесь есть, средний пёстр дятел. Также здесь, в принципе, есть очень редкие птицы. Это, например, Уральская неяса, сюда дрозды прилетают. Взаимодействие жителей и городских властей по защите парка продолжается уже несколько лет. Именно поэтому в 2020 году была проведена смена зонирования на участке, который находится в частной собственности, с Ц3 на Р3. Это было сделано для того, чтобы защитить территорию от многоэтажной застройки. Основным разрешенным видом использования земельных участков здесь является природно-познавательный туризм. Рекреационная зона Р3 предполагает размещение палаточных лагерей, проведение походов, экскурсии по ознакомлению с природой пеших и конных прогулок, а также устройство труб и дорожек с размещением познавательных щитов с информацией об окружающей среде. Собственник здесь присутствовал, всё своими ушами слышал, понимает, насколько жители неприемлемы в этой ситуации. Мне очень хочется всё-таки разрубить этот городский узел и найти какое-то компромиссное решение, которое устроит и жителей, и, безусловно, собственников решить этот вопрос на законных основаниях. Работа продолжается. На встрече инициативной группы с главой города решили искать компромисс и решать назревший вопрос совместно с жителями, собственниками и представителями власти. Такого леса, такого парка во всём городе не найти. И его надо беречь, и мы берегли его. Парк надо сохранить для детей, для людей, а не для каких-то неизвестных мероприятий. Для поиска компромисса на следующей неделе состоится встреча инициативной группы представителей администрации города и собственников территории. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. Более 400 жителей Октябрьского района пришли на встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном на повестке строительство четырёх восьмиэтажных домов на пятой просеке в непосредственной близости от НФС и озера Леснуха. Мнения жителей разделились. Часть жильцов за, другие против. Удалось ли найти компромисс в опросе, расскажет Ольга Хмаракулова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с жителями пятой просеки Октябрьского района Самары на повестке строительства многоквартирных домов в непосредственной близости от НФС и озера Леснуха. На встрече присутствовали представители регионального минстроя, компании-застройщика, городской и районной администрации. Сейчас спорная территория представляет собой пустырь – земельный участок в собственности застройщика. По проекту освоения здесь должны воздвигнуть четыре восьмиэтажных дома. Чтобы найти компромисс с жителями микрорайона, строители предложили предусмотреть рядом с новыми высотками строительство двух детских садов, а также благоустроить вторую очередь набережной озера. Были определены границы этого благоустройства. Подготовленный эскизный проезд благоустройства второй очереди набережной озера Леснуха на площади 11 тысяч квадратных метров. На встречу с депутатом пришло более 400 человек. Мнения жителей разделились, однако большинством голосов проект нового жилого комплекса был отклонен. С самого начала позицию, которую мы занимали вместе с губернатором области, вместе с главой города, в том, что для продолжения строительства здесь, в одном из самых густонаселенных мест Самары, необходима поддержка людей, необходимо найти понимание и общий язык с жителями. Нам предстоит дальше обсуждать с застройщиком разные варианты использования этого земельного участка, потому что на нем можно построить не только новые жилищные объекты. Это могут быть и социальные объекты, и разные варианты мы изначально тоже проговаривали. Это уже не первое противостояние жителей пятой просеки против жилой застройки. В 2018 году они обращались к властям с просьбой остановить строительство 24-этажных высоток. В результате стройка так и не началась, а в микрорайоне построили первый корпус новой школы. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Они трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Каждое третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В честь знаменательной даты в Департаменте городского хозяйства и экологии вручили награды специалистам коммунальной отрасли. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Их работа всегда в центре внимания. К ней предъявляют повышенные требования. Они отвечают за условия жизни и повседневный быт жителей Самары, жизнедеятельность предприятий, учреждений, детских садов, школ и больниц. Уют каждого дома и благополучие каждой семьи во многом зависят от их, порой незаметного, но такого важного и необходимого труда. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и ЖКХ. По традиции в Департаменте городского хозяйства и экологии вручили награду специалистам коммунальной сферы. Сотрудников отрасли поздравили первые лица города и глава Самары Елена Лапушкина. Вы обеспечиваете комфортное проживание наших с вами жителей. Неоднократно мы уже с вами говорили, что от вашего умения, от вашей ответственности зависит свет, вода, тепло, газ, работа транспорта, чистые улицы, наши зеленые улицы. И, конечно, мне хочется вам сказать огромные слова благодарности. Наш город преображается, и с каждым днем, с каждым годом применяются все новые технологии по его уборке, по его, так сказать, озеленению, по его освещению. Город меняется, и это дело рукотворное, это ваше круг дело. Мы должны завершить осенне-зимний максимум без аварии, как говорили, на выходе с хорошим настроением. Давайте делать и нашу работу строить так, чтобы всегда у наших горожан всегда была полная чаша. А полная чаша это можем только сделать мы. В сфере ЖКХ нет случайных людей, ведь эта профессия не прощает дилетантство и небрежности, считает старший мастер управляющей компанией промышленного района Елена Осьминина. В профессии с 1995 года, но, говорит, даже такой большой стаж не дает права расслабиться. Я начинала с малого, я начинала с дворника, потом я постепенно выросла в мастера, теперь я старший мастер. Мы с 7 часов проходим по территории, то есть проверка территории, дальше начинается 8-часовой рабочий день, наш конкретный, с 8 до 17, дальше все по обстоятельствам. Невозможно переоценить значимость тех, кто трудится в этой сфере. Ведь чтобы жители каждый день получали качественные услуги, сотрудники сферы ЖКХ и службы быта решают множество задач. Принимают на себя новые вызовы, чувствуя большую ответственность и работая с большей отдачей. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале департамента транспорта «Самары» сообщили об утечке по адресу Новоуридская, 12, рядом с остановкой школы номер 40. Произошел порыв трубы диаметром 300 мм. Затоплен участок от Пятигорской до Пензенской. На месте работает аварийная бригада. Департамент городского хозяйства и экологии в своем телеграм-канале сообщает о том, что ведутся работы по вывозу снега с Ленинградской и Партизанской. В телеграм-канале Ленинского района рассказывают о том, как на территории проходит акция «Своих не бросаем» в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса, цель которой – выразить поддержку российским военным и показать единство граждан страны. Такие акции сегодня проходят во всех районах города. В телеграм-канале Самарского района сообщают, что местные жители приняли эстафету танцевального флэшмоба в поддержку военнослужащих, которые борются за мир и безопасность России. Кроме того, жители района, студенты колледжа приняли участие в фоточеллендже «Сила в правде». За новостями в телеграм-канале «Самара ГИС» ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. По итогам 2021 года сайт телеканала «Самара ГИС» поднялся на 4 строчки в топ-20 самых цитируемых СМИ Самарской области, заняв 14-ю позицию. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования компании «Медиалогия». Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. У нашего сайта он составил 26,83. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 66 тысяч наиболее влиятельных источников – ТВ, радио, газеты, журналы, интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабная и носит регулярный характер. Сегодня телеканал «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Кроме основной страницы, наши новости доступны на всех основных площадках в соцсетях – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. За нашей информацией следят более 20 тысяч подписчиков. Позиция в рейтинге «Медиалогии» – один из главных критериев оценки эффективности работы СМИ. Улучшение показателей говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Сами рейтинги «Медиалогии» уже много лет являются одним из главных показателей качества работы издания, на которые ориентируются не только ведущие федеральные и региональные СМИ, но и сотрудники пиар-служб крупнейших компаний страны. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!